дорогие друзья всем добрый день сегодня у меня произошло такое интересное интересное событие и я решила не отходя от кассы прямо сразу поделиться с вами потому что то что я видела и то что я понимала когда я смотрела на то что я видела вызывало у меня очень очень интересное увлекательное чувство я подумала как странно это так похоже на то как мы вообще с вами живем и этот эфир я назвала жареные сосиски с картошкой а вообще я очень 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 сильно хочу похудеть и сегодня стала свидетелем такой крутой вообще истории просто невероятной в общем ни для кого из вас не секрет что любая уважающая себя барышня беспокоит ее эта проблема на самом деле или не беспокоит хочет выглядеть стройно красивые желание каждой девушки конечно же похудеть и вот представляете себе такую ситуацию прихожу я всем добрый день рада вас приветствовать друзья сегодня в салон красоты и пока там одна из барышень колдует надо мной я наблюдаю картину значит сидит вторая барышня я там полтора часа была и все полтора часа на это делал визуально это барышня такая достаточно плотного телосложения явно с лишним весом у нее огромные нарощенные ресницы у нее вот такие вот накрашенные губы огромные сережки такие круглые как у цыган такая яркая заколка на голове ну в общем точно можно сказать и у нее нет кольца на пальце конечно она не замужем и вот это чудесная богиня смотрит в свой телефон все полтора часа и там идет передача для женщин где известные личности выдают замуж и сватают женщин размера иксайз женщин больших размеров скажем и вот эта барышня она полтора часа смотрит эту передачу прихорашивается и как бы все бы ничего но приходит момент обеда и это барышня достает такую коробочку в которой коробочка поделена на две части и в одной части коробочки лежат три жареные сосиски вот такие прям большие не такие детские а вот прям нормальные такие три жареные сосиски огромные а во второй части лоточка лежит жареная картошка и это барышня сочувственным лицом созерцает то как другие барышни выходят замуж и знакомиться со своими а значит возможными мужьями беседует с ними она доблестно уплетает эту жареную сосиску и жареную картошку и знаете вот это искусство осуждения она в силу разных причин у меня было уже полечено давно и теперь я просто наблюдаю и это невероятно просто представьте себе она отдела все лучшее сразу видно что человек на работу пришел с иголочки видно что она там о себе заботится она все время там проверять брови чтобы у него были там в порядке она проверяет свой маникюр там смотрит зеркало каждые 15 минут особенно когда проходят там мимо какие-то люди которые попали в это пространство в общем очевидно что барышня на выданье но вот этот вот лоточек с жареными сосисками и жареной картошкой он конечно сделал мой день почему я вам сегодня об этом рассказываю поставьте в чат три плюса кто знает хороших людей которые правда уже придумали чего они хотят которые точно уже знают что вот я хочу чтобы моя жизнь была устроена таким-то образом но они делают вроде бы да то что нужно то есть она накрасилась она привела себя в порядок она пришла в салон красоты куда явно приходят те кто ценит красоту но вот жареная картошка сосисками не укладывается кто знает таких людей которые да делают много хорошего но при этом продолжают делать то что их заваливает и собственно говоря что меня зацепило у нас стартует новый курс который называется арт терапии в работе с переменами куда приходят люди у которых есть реальные сложности в жизни которых знаете зацепило и эти люди они притворяются что живут то есть они притворяются что они прожили потерю своего близкого человека они притворяются что ну как бы ну развод был 10 лет назад до меня уже это не цепляет да они притворяются что им нормально жить с таким весом они притворяются что нормально жить с таким статусом, который, в принципе, никакой называется. И вот эти люди, притворяясь, что им нормально, с той болью, которая их наполняет, они очень сильно похожи на барышню, которая хочет стать явно женой и, может быть, даже мамой, но при этом уплетает свои жареные сосиски и жареную картошку. Как вы думаете, что заставляет эту девочку? Она молодая, ну, я не знаю, но не больше 25 лет. Мне вообще сложно сориентаться, у меня все молодые, но мне показалось, что она очень молодая. Вот как вы думаете, напишите в чат, что вынудила эту девочку вот так себя вести? То есть она кричит собою, каждая клетка ее тела кричит, возьмите меня, я кому-то пригожусь, я хорошая, она как бы доказывает это все время в мире. Но почему-то есть какая-то чревоточина, понимаете? Какая-то непроработанная боль в прошлом, которая вынуждает нас идти покупать сосиски, жарить картошку и вот так вот расстилать просто в пух и прах весь тот труд, который мы создали. И как дальше будет развиваться жизнь у этой девушки? Скорее всего. Скорее всего, она будет продолжать много кушать, потому что доказано уже многими учеными, что заедаем мы только отсутствие определенного уровня счастья и радости в своей жизни. Она будет продолжать инвестировать свою красоту, не получать результата, и она будет не понимать. Она будет ходить на тренинги, она будет читать книги, она будет смотреть на успешных людей, она будет продолжать смотреть, как успешные барышни выдают других успешных барышень замуж и мечтать о своей прекрасной жизни. Но ничего не произойдет, пока внутри есть боль, с которой нужно разобраться. И знаете, я не стою на том подходе, и моя коллега Инна Ивженко, с которым мы будем преподавать этот курс, мы не стоим на том подходе, что боль, чтобы ее отпустить, нужно рыдать три года и, значит, проживать какие-то вообще головокружительно тяжелые чувства. Вы знаете, что я работаю в арк-подходе. Есть достаточное количество практик, которые позволяют сделать все, во-первых, достаточно интенсивно, во-вторых, экологично, а в-третьих, знаете, боль — это как удобрение, можно использовать по-разному. Можно ходить и говорить, господи, у меня так плохо пахнет, я уже не могу с этим, заберите у меня кто-то. А кто-то может прийти и сказать, ребята, у меня два грузовика удобрения во дворе, кому нужно, да? Вот это вот понимание того, что мы можем монетизировать свои страхи, конвертируя их кому надо в энергию денег, кому надо в энергию отношений, кому надо в энергию принятия себя, то есть туда, куда вы хотите. И вот когда вы осознаёте, что боль, она конвертируется во что угодно, да, то можно точно сказать, что вы никогда не останетесь без того, что вам главнее всего в жизни сейчас. Потому что с болью, слава тебе, Господи, в этой жизни проблем не бывает. Всё время что-то происходит, понимаете? Кто-то болеет, кто-то уходит, кого-то увольняют, значит, кто-то кого-то что-то отбирает, мы узнаём, нам на голову сваливаются какие-то вещи, и всё это происходит постоянно. Поэтому поразмыслите над этим. Точно важно выделить время, разобраться, познакомиться и поработать со своей болью. Что мы будем делать на курсе? У нас очень интересная программа, она состоит из семи занятий. Курс начнёт 20 ноября, через 19 дней. Мы будем говорить вообще о переменах, будем говорить о потерях, будем говорить об одиночестве разных видов, будем говорить о смене профессии. Это, знаете, это бич, каждый второй клиент, который приходит ко мне на кучу, он говорит, «Я не чувствую себя счастливой в своей профессии». У меня такое ощущение, что я не на своём месте. Это боль. Будем говорить о сексуальности, потому что это невероятная боль, как оказалось, когда ты не понимаешь, что это, как с этим обращаться, и ориентируешься на какие-то западные, значит, плакаты, которые буквально поставили баррикады о том, что сексуальность надо демонстрировать на показ, и только так ты сможешь достигнуть истинного наслаждения в своей жизни. Что вообще не связано с истинным смыслом этой энергии, которая дана нам как награда в этой жизни. Также мы будем говорить об удержании и отпускании, о том, насколько мы накапливаем, и не пора ли отдавать, и наоборот, может, ты отдаёшь слишком много, и нужно научиться удерживать. Будем говорить о кризисах в жизни, о том, как их преодолеть, когда они наступают, о алгоритмах счастьестроения, о времени в нашем жизни. В общем, классный курс для тех, кому нужно поучиться и полечиться. Это единственный терапевтический обучающий одновременно курс в нашей программе. Поэтому, если вы реально хотите что-то сделать со своей болью, в общем, welcome. Напишите, пожалуйста, что сегодня было для вас самым ценным в этом эфире. Я надеюсь, что история про жареные сосиски и картошку, о барышне, которая очень хочет выйти замуж, замуж вас впечатлило. И, возможно, вы подумаете о том, где в своей жизни вы как бы делаете очень много. Но по факту есть что-то одно, что вы продолжаете делать, и это тотально всё время прибывает вас к плинтусу. И уже руки опускаются, уже делать ничего не хочется. И такое ощущение, что всё не работает. А всё не работает — это, ребята, первый шаг в депрессию. А депрессия — это самая распространённая болезнь мозга на сейчас в мире. Это сильнее, чем сердечно-сосудистые заболевания по международной классификации. И это больше, чем онко. Задумайтесь. За наш мозг реально идёт борьба. И каждая клеточка нашего тела, как и каждая минута нашей жизни, нами должны быть у обиды, зависти, любого вида боли и гнева вырваны. Потому что, как бы нам ни хотелось, но наша жизнь всё-таки не так уж и длина. Напишите, что в этом эфире было для вас самым важным. Я вас благодарю. Ссылка на то, чтобы познакомиться с программой курса по изменениям, есть в названии к этому видео. Присоединяйтесь. Я вам желаю избавиться от всех жареных сосисок с картошками в своей жизни, которые мешают вам идти к своим целям легко. До встречи на курсе, друзья. Благодарю вас за то, что были сегодня со мной. Хороших вам четверга. Приятного вечера. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok